Для приготовления краковской колбасы в домашних условиях нам потребуется мясо говядина, постная свинина, а также свиная грудинка или свиное сало или шпик. Мясо должно быть охлажденным. Прокручиваем его через мелкую решетку мясорубки. Свиной шпик или грудинку немножко нужно подморозить, так оно легче прокрутится тоже через мелкую или среднюю решетку мясорубки. Это вы как любите, чтобы в вашей колбасе был или мелкий жир, или крупный жир. Температура фарша не должна превышать 12 градусов. Если вы видите, что температура фарша поднялась, то нужно прекратить приготовление фарша и поставить мясо в морозилку. В полученный фарш добавляем специи. У меня специальная приправа для краковской колбасы. Это очень удобно. Но у кого такой приправы нет, можно взять сушеный чеснок, молотый кориандр, черный перец. Также нам потребуется соль. Я взяла нитритную соль. Полностью буду добавлять только нитритную соль. 20 грамм на килограмм фарша. Итого на 2 килограмма фарша у меня ушло 40 грамм нитритной соли. Также потребовалось сухое молоко и ледяная вода, которую я предварительно заморозила в морозилке. И начинаем вымешивать фарш. Фарш вымешиваем очень тщательно. Для этого наденем на руку перчатку, чтобы фарш наш не поднимался в нем температура. И вымешиваем до появления белых нитей, когда уже белок начинает у нас распадаться. Затем перекладываем все в посуду отдельную, накрываем крышкой и ставим в прохладное место на сутки. За сутки наш фарш просолился и полностью готов для того, чтобы набивать ее в колбасную оболочку. В качестве колбасной оболочки я взяла свиные черева, которые предварительно замочила в воде. И затем сейчас я их буду одевать на насадку колбасному шприцу. Насадку смажу растительным маслом. Так оболочка надевается гораздо быстрее. У кого нет колбасного шприца, можно воспользоваться специальной насадкой к мясорубке. Вот таким образом весь фарш я буду набивать в колбасную оболочку. Затем с помощью шпагата хлопчатобумажного сформирую колбаски нужной мне длины. Подготовленные таким образом колбаски буду варить в духовке при температуре 80 градусов до достижения внутри колбаски 71 градус. Для этого нам не потребуется специальный термометр со щупом для мяса. Выставляю на нем температуру 71 градус. Щуп втыкаю в одну из колбасок аккуратненько и ставлю в духовку. Сначала выставляю температуру 50 градусов. У нас происходит как бы оттепление. А затем поднимаю температуру до 80 градусов. И наша колбаска готовится, пока не просигналит мне термометр, что температура внутри колбасы достигла 71 градус. После этого охлаждаем нашу колбаску в ледяной воде в течение 15-20 минут. Вытираем насухо и вывешиваем при комнатной температуре на 18-24 часа. В помещении не должно быть сильно жарко и оно должно быть проветриваемым. Но я на колбасу, когда вот так сушу ее, то наставляю вентилятор. Так она быстрее сушится. Она приобретает очень красивый вкусный вид, становится плотной. При разрезе колбаска имеет очень красивый срез. Очень вкусно пахнет чесночком. Невероятно вкусно. И что самое главное, здесь только мясо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...